Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. 15 лет лишения свободы именно столько запросил прокурор для обвиняемого, который ранил трех милиционеров. Отрубил кисть и заморозил ее в холодильнике, а в Чечерске муж поквитался с супругой. Волна сообщений о минировании вслед за Россией, она прокатилась и по Гомельской области. Чем теплее погода, тем горячее на льду. Как не выловить последнюю рыбку и вернуться домой к близким? Репортаж Алексея Немкевича. О безопасности на водоемах и правилах оказания помощи тем, кто терпит бедствия. Поговорим со специалистом о своде. А также взрыв газа в Сан-Франциско, разборка на дороге и смертельный трюк на мотоциклах. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на Беларусь 4. Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Украли 57 мешков комбикормов, но стали жертвой бдительности правоохранителей. В Будокошелевском районе изрядно загруженный автомобиль привлек внимание милиционеров. Оказалось, на грузовике вывезли похищенный со склада предприятия товар. В машине находился сторож агрокомбината и его знакомые. Документов на товар водитель не предоставил. Позднее при обыске по адресам нарушителей у них изъяли еще 19 тонн различных кормов. 15 лет лишения свободы. Именно столько по результатам прений, которые прошли в областном суде, попросил назначить прокурор для обвиняемого, ранившего ножом троих милиционеров. Инцидент произошел еще в мае прошлого года. Беглый преступник при попытке задержания серьезно ранил трех оперативников и сбежал. Чтобы его остановить, бойцам ОМОНа пришлось открыть огонь на поражение, прострелив в беглецу обе ноги. В Чичарском районе после пьяной ссоры со своей женой муж отрубил ей руку. Кисть мужчина положил в холодильник, а рану женщине перебинтовал. Что интересно, в скорую семейный скандалист обратился сам. Но сделал это только через два дня, когда пострадавшей стало плохо. Ее пришлось госпитализировать сначала в район, а затем в областную больницу, так как рана оказалась инфицирована. Против супруга пациентки возбудили уголовное дело. В Лельческом районе на трассе Мозри-Лельчицы-Милошевичи, граница Украины, травмы получили две пассажирки автомобиля Peugeot 406. По предварительной версии, виновником аварии стал 28-летний водитель. А в Петриковском районе 31-летний водитель, двигаясь по автодороге М10, граница РФ, Гомель-Коврин, не справился с управлением и съехал в кювет. После столкновения с деревом микроавтобус опрокинулся. Три пассажира были доставлены в больницу, но после оказания медицинской помощи отпущены домой. Практически неделю нашу область будоражили сообщения о минировании различных административных зданий. Информация приходила анонимно, но оказывалась ложной. Способна ли правоохранительная система оперативно реагировать на такие сообщения и выявлять лыжеминеров? Что ими движет и какая ответственность за это предусмотрена законом? Разбирались наши корреспонденты. 30 января на электронный адрес Гомельской школы номер 55 пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Его обещали привести в действие в случае, если ученики получат отрицательные оценки по результатам контрольной работы. На место выдвинулись саперы, милиция, следователи, спасатели, эксперты. Учащихся и учителей эвакуировали, взрывного устройства не нашли. Но в скором времени милиция вычислила шутников. Это несколько учащихся вышеуказанной школы. Подростки на момент размещения ложной информации находились вместе и, не задумываясь о последствиях, решили пошутить. Они предприняли меры для того, чтобы оставаться анонимными в сети интернет. Но оперативники подразделения по раскрытию преступления в сфере высоких технологий нашли возможность вывести их из тени. С лжеминерами и их родителями сейчас проводятся разбирательства. Выясняются причины поступка. Возможно, старшеклассникам придется еще не один раз об этом пожалеть. Скорее всего, здесь дерзкая шалость и непонимание того, что это повлечет за собой уголовную ответственность. Самое главное, хотелось бы обратить внимание на то, что именно со стороны родителей должен быть контроль, чтобы они не только субъекты профилактики обращали внимание на ту тему, что за данное деяние предусмотрено наказание. И, кроме того, это возмещение того материального ущерба, который понесли соответствующие службы, которые принимали участие в тех мероприятиях, которые проводились по средней школе номер 55 города Гомеля. Не успели утихнуть страсти по школе, как во вторник срочно потребовалась эвакуация пассажиров из прилегающих территорий железнодорожного вокзала и аэропорта Гомеля. Меры безопасности были приняты в связи с сообщением на электронный адрес Белавиа о заминировании одной из касс-компаний. Взрывных устройств не обнаружено. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Сотрудниками транспортной милиции с территории железнодорожного вокзала было эвакуировано 65 граждан, из них 40 работников вокзала. В ходе осмотра железнодорожного вокзала прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено. В 13.50 вокзал стал работать в штатном режиме, задержек движения поездов не производилось. На следующий день по тревоге были подняты мозырские правоохранители. Поступило электронное сообщение о минировании Межрайонного комитета государственного контроля. В здании также размещается общежитие, магазин, мозырские коммунальники и районная госавтоинспекция. Эвакуировали 83 человека. Корпус Мозырского областного лицея, расположенного неподалеку, покинули 7 учителей и 241 учащийся. Но взрывных устройств также не обнаружили. Проводятся мероприятия по установлению источника сообщения о минировании. Любые действия на компьютере, набирание текста в интернете, в браузерах, всегда оставляет свой след. Когда вы набираете в адресной строке ссылку, эта ссылка запоминается. Любая страница производит кэширование и сохранение своей информации на накопителях самого компьютера. Даже работая в режимах инкогнито, так называемых, с использованием браузеров, которые якобы не оставляют следы, все это не так. Во время работы следы остаются. Милиция предупреждает, что ложное сообщение о взрыве и прочих действиях, несущих опасность для жизни и здоровья людей, может наказываться штрафом и лишением свободы на срок до 5 лет. Для любителей зимней рыбалки настали невеселые времена. На реках и озерах лед становится все тоньше. Причина в повышении температуры. Несмотря на то, что опасность уйти под воду стала реальна как никогда, рыбаки не спешат закрывать сезон. Наш корреспондент Алексей Немкевич отправился на водоем и попытался узнать, почему желание выловить щучку другую затмевает инстинкт самосохранения. Скорость до 110 км в час и чешуя из поликарбоната, защищающая дно. Это лишь некоторые характеристики судна на воздушной подушке с хищным именем Пирания, на котором мы отправились в рейд с сотрудниками освода. Их основные клиенты сегодня любители порыбачить, которые, несмотря на предупреждение о том, что лед уже не тот, продолжают на него выходить. Причем случаи не единичные. Только на Любинском озере в Гомеле мы насчитали более двух десятков любителей подлёдного лова. Чтобы подойти к рыбакам поближе, нам придется спуститься с катера. И ноги сразу проваливаются. Это ломается тонкий первый слой льда. За ним идет вода, потом еще один слой. Если в нашем случае он толстый, то в другом может оказаться тонким, и мы сразу уйдем под воду. Своё насиженное место, несмотря на опасность провалиться, не спешит покидать и опытный рыбак Александр Новиков. Возле лунки он сидит без спасательного жилета. При этом мужчина не понаслышке знает, что такое уйти под воду. Всегда проваливались, и весной проваливались, и по первому льду провалились под самым берегом. И когда выходишь, проваливались. Было дело. Однако даже такой опыт не смог удержать Александра от желания посидеть с удочкой. И это с тем условием, что клёв сегодня оставляет желать лучшего. Либо есть, но она не берет. На мотыля ловлю, простая одна мормышка. А чего сидите, если мне не нравится? Выжидаем, может, время. Может, подойдет. Может, отойдет. Может, желание проявит. Исправить ситуацию с заветной добычей не помогает даже эхолот. Прибор подтверждает наличие рыбы, но вот на крючок она садиться никак не желает. Похожая ситуация и у сидящего неподалеку Василия Дорофейского. Он тоже ждет. Ночью дома. Последний диван разломать, что ли? И надо же двигаться. Иначе, что, не будешь двигаться, сядешь, уже все, труба. Согласиться с рыбаком в том, что здесь ему приходится двигаться больше, сложно. Ведь, чтобы вернуться с уловом, нередко на льду приходится просидеть несколько часов. Для некоторых, правда, ожидание заканчивается весьма удачно. Сейчас у Хазимия как-то мало поклевывает. Это просто повезло, наверное. Только выстрелился и поймал. Наверное, именно такие удачливые моменты и заставляют рыбаков выходить на лед. Но вот насколько оправдано такое стремление вытянуть побольше рыбки? Ведь в магазинах ее в достатке, при этом риска никакого, в отличие от подледного лова. К слову, некоторые места на водоемах сотрудники освод и вовсе считают особо опасными. В данном месте, на Любинском озере, существуют ключи, которые, безусловно, постоянно влияют на состояние, крепость, толщину ледового покрытия. Простыми словами, несмотря на то, что здесь нет течения, лед постоянно подмывает. Отсюда и промоины, которые уже сейчас легко различимы. К слову, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни будет расти. А это значит, что сезон зимней рыбалки пора завершать. Алексей Немкевич и Евгений Макеенко специально для программы «Дефакто». Никакую чрезвычайную ситуацию нельзя недооценивать, особенно если она происходит на льду. Для того, кто провалился, счет идет на секунды. Многое зависит уже от внешних факторов и тех, кто оказался рядом. О том, почему лед – это безмолвная ловушка и какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить жизнь себе и близким, поговорим со специалистом Гомельской областной организации «Освод» Владимиром Акулиным. Владимир Емельянович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Расскажите нам, какие трагедии принесла январско-февральская оттепель 2019. К нашему всеобщему удовлетворению январь нам не принес гибели людей на водах. А в феврале произошел несчастный случай 4-го числа в Речицком районе на окраине города Речицы на Ведрическом канале. Двое рыбаков рано утром вышли на рыбалку, а потом ближе к обеду в 12.30 начали снимать жерлицы, установленные ранее, чтобы уже собраться и идти домой. И провалился один из них под лед, 67-летний, 53-го года рождения житель города Речицы. Второй, который пришел с ним, пытался ему помочь и сам провалился. В одной полыне оказались двое рыбаков, которые еще утром безопасно передвигались по льду. А уже через 3-4 часа этот лед не выдержал даже одного, который просто ходил и снимал жерлицы. Благодаря своевременному прибытию спасателей Реческой спасательной станции, двоих рыбаков удалось вытащить из полыньи. Повторяю, вытащить из полыньи, потому что они не провалились и не ушли под лед. Если бы они ушли под лед, их бы течением занестое, уже никто бы не смог помочь этим рыбакам. Но вытащив на берег этих рыбаков, начали оказывать одному из них реанимационные действия, после чего передали его скорой помощи медицинским работникам, которые тоже пытались помочь одному из рыбаков. К сожалению, спасти его не удалось. Но когда с ним переговаривался начальник спасательной станции, который руководил спасательной операцией по спасению этих рыбаков, он рассказывал, что речь начала замедляться, останавливаться, невнятность была. Он даже говорил, что я не могу удержаться, когда ему предложили за спасательные средства держитесь, он уже практически не реагировал, но разговаривал очень медленно, замедленная речь была. То есть переохлаждение. Переохлаждение. Я думаю, ну это установит судебно-медицинская экспертиза, и никто не вправе говорить о причинах смерти человека, пока это не сделает вывод судебно-медицинской экспертизы. Там были рыбаки, получается, никто не пришел на помощь? Да, на Вадоканале находилось около 30 рыбаков, которые в это время находились там поблизости. Но никто не пришел на помощь, кроме этого рыбака, который пришел вместе с потерпевшим, потому что, видимо, не имели спасательных средств, спасательных жилетов, и боялись сами погибнуть, провалиться, потому что там было кашица, там уже был не лед к этому времени. И как они удерживались на этом льду, непонятно мне до сих пор. Ну, конечно, вопиющий случай. Владимир Емельянович, почему все самые такие страшные трагедии происходят именно на рыхлом льду? И не на водоемах, где нет проточной воды, а именно на реках? Ну, может быть, аналогия будет неправильна, но каждый из нас, когда достает с морозилки какой-то продукт для размораживания, если они просто положат их для разморозки, они продержатся, может, и 2, и 3, и 4 часа. Но если поставить их под холодную воду, то через полчаса уже можно заниматься. Это аналогия, но это происходит на реках, когда сверху солнце, снизу проточная вода, которая все время подмывает этот лед, он превращается в рыхлый, становится, как кашица, вот как в этом случае, который произошел в речице. И вот, понимаете, это и опасность большая, что еще утром можно спокойно передвигаться несколько человек по одному и тому же месту и находиться в одном и том же месте. А уже через 2-3 часа этот лед превращается в кашицу. И он даже не выдерживал наших спасателей, которые прибыли на помощь, и несколько человек, то есть 3 человека, спасатели тоже провалились. Но благодаря тому, что у них были спасательные средства и спасательные жилеты, они смогли вытащить этих людей и доставить на берег. Каждый из нас знает об опасности слабо замерзших водоемов. Но проблема заключается в том, что люди себе плохо представляют степень этой угрозы. О том, как помочь человеку и что делать, если провалился под лед, мы поинтересовались у гамильчан. Внимание на экран. Что делать? Выкарабкиваться, плюхаться, выбираться, пытаться. Продушные предметы, звать на помощь в первую очередь, кричать. Вот и все, что там, больше ничего не... Ломать лед и пытаться добраться до берега. Стараться вылезти из-под солида, но если он обламывается, то я не знаю, как это... Не знаю, честно. Не паниковать. Самое первое. Стараться держаться на плаву и звать на помощь. Но если никого рядом нет, пытаться максимально аккуратно выбраться самому. Я, между прочим, проваливался. Руки. И на лед. Покуда он меня удержал, я вылез. Вот и все. Зимой проваливались? Да, зимой. Пришел по льду, по канаве. Откуда я знал, что... Это самое. Я переходил, лед держался. А на завтра пошел по канаве. Ну и провалился. В такую погоду вообще не нужно на льду ходить. То есть каждый должен понимать, что сейчас погода очень плохая. Все мы сами прекрасно понимаем, что не стоит ходить на лед. Ну так, я думаю, что каждый родитель должен, думаю, ребенку донести, что не стоит, где попала шляться. То есть и лед – это зона повышенной опасности, я считаю. А как спасти человека, который терпит бедствия? Ну, я думаю, либо веревку какую-то ему кинуть, канат, либо ветку опустить, если есть такая возможность. Самому, я думаю, не стоит туда подходить близко, потому что можно вдвоем провалиться. Можно же, понимаете, один тонет, сам полез, ты потонул, следующий, третий, так это до бесконечности, пока уже никого не останется, правильно? Поэтому тут разговор он может. Ну, в первую очередь, это МЧС. Я думаю, что другого варианта нет. Ну, всем не ходите на лед, уже не надо. Ну, вот такие мнения гомельчан. Согласны вы с этими мнениями, Владимир Ременович? Не со всеми. Поясните, с какими нет. Поясню то, что, значит, естественно, последний, когда сказал, не ходите на лед, когда чувствуется, что представляет опасность состояние льда. Иметь при себе спасательные средства всегда, рыбакам, в любое время. Когда мы выезжаем в автомобиле, мы же не выкладываем огнетушитель, думая, что он не загорится. Логично. Поэтому, выходя на лед, нужно иметь привычку брать всегда с собой спасательные средства, в том числе спасательный жилет. Проблема в том, что многие просто экономят, да, вот на своей безопасности и как следствие жизни. Да, можно так тоже сказать, что экономят на своей безопасности, но если это войдет в привычку, как мы сейчас фликеры одеваем, да, в темное время суток, переходим дорогу автомобильную, в том месте уже нет такого, как еще было 15-20 лет назад. Детей перевозим в удерживающих устройствах. Детей перевозим в колясках. То же самое должно быть и при выходе на лед. Прежде всего, безопасность. Если вы выходите на лед, не думайте, что если вчера там было 40 сантиметров, толщина льда, то за сутки что-то не произошло. В то время, когда у нас сейчас перепад температуры в течение суток 20 градусов и более бывает, вы понимаете, о чем я говорю? И зрители тоже должны понять, что безопасность прежде всего. О чем всегда предупреждает освод в период оттепеля? Ну, везде мы выставляем таблички, что выход на лед опасен. К сожалению, эти таблички бывают несознательные граждане, ломают, выбрасывают, а потом идут по тому месту, где стояла эта табличка, к тому месту, где они хотят порыбачить или перейти к какой-то водоем. Есть такие случаи, когда даже настил делают, чтобы выйти на лед, уже возле берега вода, то есть практически не замочивной, нельзя пробраться на лед. Вот, если мы посмотрим, на окраине уже темная вода вышла, а рыбаки все равно находятся на льду. И вот в этих местах особенно опасно. То есть там уже тонкий лед, даже если посредине озера может быть и толщина льда до 30 сантиметров, 25, который еще может выдержать одного-двух рыбаков. Но если такая масса людей на одном месте скапливается, то это очень опасно. Переоценка своих физических сил часто свойственна взрослым, но еще больше она присуща молодежи. Как сохранить жизни наших детей в таком случае, когда они часто ведь тоже выбегают на лед, особенно вблизи жилищ, жилых домов? Ну, это все зависит, конечно, от взрослых. Нужно прививать чувство опасности, чувство страха, можно даже так сказать, чтобы он не думал, что если вода нам приносит радость, можно покататься на коньках, можно проехать по этому водоему на лыжах, даже в летний период там где-то покупаться. Но надо не забывать о той опасности, которая представляет вот как водоем и зимний, так и летний. Особенно вот такие периоды, когда уже приближается весна, мы видим солнышко, как оно греет, радует нас, но она же и превращает в опасный выход на лед. Особенно хочу обратиться к родителям, чтобы они когда выводят на прогулку своих несовершеннолетних детей, малолетних детей, чтобы они выбирали наиболее безопасные участки и вот для отдыха, и для прогулок, и чтобы они, создавая радость для своих детей, вот как произошло. Приведу такой пример. В Грагачевском районе где-то дней, ну, недели, на прошлой неделе вывезли, отец вывез покататься на тюбинге, на этой ватрушке надувной, к реке ребенка пятилетнего посадил на ватрушку, сам отвернулся к машине, на которой они приехали. Ребенок покатился с откоса к реке, а участок реки был открытый, вода кругом, его вынесло в эту открытую воду. Эта подушка, она же неуправляема. Она неуправляема. Ну, и скорость большая была, уклон большой, вынесла этого ребенка пятилетнего, который еще там по земле-то должен без присмотра родителей старших ходить, а его вынесла в открытую реку, и благодаря только тому, что он еще удерживался руками там, ведь он мог вылететь с этой ватрушки и оказаться в беспомощном состоянии на средине реки. И то повезло еще, что находился там взрослый человек, который оказал помощь, и вытащили этого ребенка из воды, и он остался жив. Вот на что хочу обратить внимание, выбирая места для отдыха, прогулок. У нас есть очень много таких в городе и в области мест, где можно безопасно отдохнуть, провести время. Пожалуйста, не рискуйте ни собой, ни своими детьми, которыми вы выводите в эти вот такие наиболее опасные места. Ну, я к местным властям хочу обратиться, чтобы тоже принимали свое время на меры, где выявлялись бы вот такие участки, где приносят опасность, ну и как бы там проводили работу совместно с нами. Владимир Емельянович, большое вам спасибо за конструктивный разговор. Большое спасибо всем, большое спасибо зрителям, берегите себя, своих родных и близких. О правилах безопасного поведения на льду и рисках, которые принесла ОТЕПЕЛЬ 2019, мы говорили со специалистом Гомельской областной организации ОСВОД Владимиром Акулиным. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. В Сан-Франциско из-за взрыва бытового газа произошел мощный пожар в жилом квартале. Наполовину разрушен частный дом, в котором велись строительные работы. Вначале сообщалось, что пропали пять рабочих, но, как оказалось, в момент, когда произошел взрыв, мужчины просто отлучились по своим делам. Пожарные цепили квартал и несколько часов боролись с огнем. В Канзас-Сити перевернулся школьный автобус на скользкой дороге. Машину стало заносить и, зацепившись за обочину, она прокинулась на бок. В автобусе находились три учащихся и водитель. Серьезных травм никто не получил, но всех госпитализировали для медосмотра. В США в штате Джорджия правоохранители погнали за нарушителем. Водитель отказался останавливаться по требованию и началась погоня. Закончилась она лишь после того, как представители закона пошли на штурм. Попросту говоря, подрезали нарушителя. Его пикап съехал в кювет. Водитель смог развернуться, поехал назад, но врезался в лесной массив. Далее завязалась перестрелка, в ходе которой нарушители и его пассажир получили ранения. А вот пример того, как важно держать дистанцию. В Америке два грузовика попытались объехать затор по обочине, но на пути оказалась полицейская машина. Первый успел перестроиться влево, а второй нет. Чтобы избежать наезда, водитель съехал в кювет и, надо отдать должное, удержал фуру. Вызывать шерифа не пришлось, оформили на месте. А это кадры дорожной разборки в Карелии. Два водителя на кулаках решили разобраться, кто прав, кто виноват. Тот, кто вытащил на бой своего оппонента, впоследствии оказался на снегу. Чем закончилась драка, неизвестно. Водитель, видеорегистратор, которого запечатлел бой, уехал, не дождавшись финала. В Таиланде при нападении вооруженного ножом грабителя сотрудница магазина спряталась за своей коллегой, как за живым щитом. Та хотела перелезть через прилавок, но напарница остановила ее, крепко обхватила руками и спряталась от преступника за ее спиной. В итоге женщина, которая оказалась перед грабителем, получила ножевые ранения. Ее доставили в больницу, где счастье успешно прооперировали. В Боливии люди попали под оползень. В районе города Сукра группа местных жителей попыталась пересечь горный перевал, но внезапно произошел сход сели. Часть людей успела вернуться назад в безопасную зону, но тех, кто замешкался, подхватили потоки грязи. О пострадавших не сообщается. В Скове на мужчину упало дерево. Прохожий шел по тротуару, как вдруг на него обрушился ясень. Мужчину придавило кроной и засыпало снегом. Чудом обошлось без серьезных травм. Пострадавший смог подняться на ноги, а потом сам вызвал себе скорую. Тяжелыми травмами закончился трюк для акробатов из Китая, которые на мотоциклах проехались по канату. Номер шел хорошо, но в последний момент трос оборвался и участники шоу упали на землю. Всем пострадавшим понадобилась госпитализация. Загорелся прямо в руке в Индонезии из-за взрыва смартфона пострадала женщина. Сотрудница правительственного офиса поставила свой гаджет на зарядку, а потом хотела позвонить. Как только она взяла его в руки, телефон взорвался, а женщина получила травмы. Она тут же поднялась с места, но через какое-то время потеряла сознание. В больнице на лицо ей наложили несколько швов. И напоследок заботливый папаша, который, выйдя на станцию Уиндермир штата Огайо, не успел обратно сесть в поезд и попрощался со своим сыном. Полугодовалого младенца он оставил в переносной люльке на пассажирском сидении, а сам с попутчиком вышел на перрон, чтобы покурить. Двери закрылись, поезд тронулся. Побежал за ним и папаша, но куда там. Догнать электричку не удалось. Ребенка родителю вернула полиция. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова